Привет, друзья! Недавно был в открытии брокер, меня пригласили на встречу с инвесторами. Такие встречи проводились регулярно и проводятся для того, чтобы рассказать инвесторам о том, какие тенденции видят ведущие аналитики открытия брокера и куда они предполагают надо инвестировать. Надо сказать, что на этот раз на встрече было просто все места заняты буквально. Но, как обычно, мне запрещают вести, ну, вернее, разрешают вести съемку с условием только, чтобы инвесторов не было видно. Они там сидели у меня за спиной в основном и, соответственно, рассказывали. Ну, ведущий был спикер, это Алексей Корнилов, ведущий аналитик у них. И, ну, он рассказал свое видение о том, что происходит, чем немало меня удивил некоторыми моментами. Ну, что я могу сказать? Аналитики открытия брокера полны, в общем сказать, оптимизма вполне себе. Значит, они, как ни в чем не бывало, рассказывают о том, что сейчас вполне себе очень хорошее время для того, чтобы покупать именно акции, не облигации, чем меня сильно удивили. Потому что я сейчас, мой портфель, это более 50% облигаций. Вот. Но они сказали, что сейчас акции находятся на просто вот сказочно хороших уровнях для инвестирования. Почему? Потому что иностранные инвесторы ушли, а компании сейчас начинают, ну, как бы, оправляются от шока и начинают публиковать свою доходность, ну, свои эти самые отчетности. И поэтому все хорошо. И в связи с санкциями доходность российских активов сейчас, ну, по сравнению с мировыми, очень-очень высокая. И поэтому, ну, надо вкладываться. Потом следующий спикер, ну, он представлял, он был персональный менеджер, он рассказывал там про свои стратегии, которые он показывал, ну, соответственно, немножечко себя продвигал. Он работал в основном на валютном рынке, насколько я понимаю, и там второй портфель, который он сравнивал, это тоже с акциями, которые он показывал. Ну, один портфель дал 24% годовых, другой 70% годовых, но он сразу говорил, что второй портфель – это агрессивный. Он там иногда рекомендовал с плечом заходить и так далее, но вполне успешный. Что еще я хочу сказать, что дальше потом были сессии вопросов и ответов, это половина встречи. И на этой половине встречи, в общем, ну, я тоже задал вопросы какие-то по поводу облигаций, в частности КЗО, в которых я сижу. Ну, и, в общем, я понял, что не такое уж и плохое решение мое вложиться вот в эти самые облигации, потому что это именно валютные облигации, и что это такое, Алексей Корнилов тоже достаточно хорошо объяснил. Я записал часть, сейчас хочу первую часть представить, это с обзором, с обзорным, как бы, от Алексея Корнилова. Конечно, понятно, что там будет без монтажа, звук не очень хороший, наверное, но что делать? Я надеюсь, что будет слышно и надеюсь, что будет полезно для всех. Задавайте вопросы, я постараюсь ответить на эти вопросы. Ну, если вы хотите начать инвестировать, то есть, как бы, полны желания, то есть, там, ну, больше 10% явно можно сделать. Вот, мои замещающие облигации валютные, это 10% в валюте где-то, 9% в валюте. Я могу помочь вам это сделать. Как открыть брокерский счет, вы увидите ссылочку, ну, в описании, прямо сразу, в первом же комментарии. Ну, и вон там вы увидите тоже эту ссылочку о том, как открыть брокерский счет. Сейчас я не буду останавливаться на этом и давайте уже послушаем, что говорит Алексей Корнилов. С предыдущим презентациям у меня, может быть, схема слайдов примерно сохранилась, но информации будет много новостей. Вот, поскольку экономика не стоит на месте. И вот, как раз, буквально на этой неделе, вышла новая информация от Международного валютного фонда по поводу ВВП. Я вот просто вырезал часть их презентации, которая у них на сайте. И вот вы видите здесь, что произошло. Я подсветил основные события. Ну, в мире ВВП прогноз пересмотрели на 0,2% до 3% в этом году. Но даже что более интересно для нас, это что с Россией. В России сразу повысили прогноз на 0,8%. То есть, предыдущий был у нас 0,7%, до этого было 0,3% у них, до этого у них был еще отрицательный прогноз. То есть, это уже третье повышение подряд. И там из минус 2 с чем-то они вот уже превратили наш прогноз вот здесь полтора процента. Кстати, это совпадает, эти полтора процента совпадают с нижней границей прогноза, который также обновил Банк России. И у Банка России прогноз по этому году у нас полтора-две два с половиной процента. То есть, все здесь как бы дается достаточно хорошо. Вы послали написан апрель 20. Да, да, потому что я просто сегодня буквально обновлял. То есть, предыдущий вот был апрель, хорошо, что вы заметили, то есть, предыдущий был в апреле, и у них вот сейчас, по сравнению с апрелем, изменения на 0,8%. То есть, мая, июль, июль, да, вот прошло три месяца. Это актуально совершенно верно. Так, в какую сторону, в эту сторону. И я вот этот слайд вам показывал, кто уже помнит, здесь, для тех, кто не присутствовал, это вот действительно интересный очень слайд, который показывает, почему же вот так происходит, почему прогноз повышается, да, почему сначала считали, что будет сильно негативная динамика, тоже не знал, что мы говорим, по ВВП. Постепенно, вот я говорю, пошагово, уже три раза повысил. Этот график нам показывает вообще, как распределяется сейчас в мире расстановка сил между развивающимися рынками и развитыми рынками. Вот как раз верхняя красная линия, это доля развивающихся рынков ВВП мира. И если вы посмотрите, да, то у нас раньше, вот здесь, развитые, экономики развитых стран доминировали в своей доле, да, порядка 60%, то теперь ситуация стала ровно обратная, и тенденция идет, ну, в сторону развивающегося рынка продолжает двигаться. То есть 60 на 40 теперь распределение весов экономики, экономики в пользу развивающегося мира. И как раз с этим миром у России хорошие достаточно отношения, как вы знаете, то есть торговые, экономические связи сохраняются, и поэтому вот действительно вот это вот основание и работает как основной важный фактор, почему экономика России устойчива. Так, двигаемся дальше. Вот интересно, еще есть сейчас статистики по поводу использования загрузки, вот правый график, загрузки производственных мощностей. Может быть, вы слышали, да, что сейчас действительно мощности загружены почти на максимуме, но они никогда, по сути, не бывают 100%, да, то есть 100% невозможно, то есть всегда есть какие-то свободные, но мы видим, что практически исторический максимум свыше 80% загрузка вот здесь увеличилась. Это, в общем-то, как раз подтверждает ту статистику, ну, что мы слышим, да, что ВВП положительный, как раз вот, да, данные слайды они это подтверждают. Ну и двигаемся дальше. Вот к интересным уже для нас более таким, да, ощутимым вещам, которые всем нам достаточно близки, это инфляция и процентная ставка. Здесь тоже происходят постоянно какие-то изменения, и вот буквально, когда у нас было это, на прошлой неделе, да, в пятницу, Банк России повысил ставку на 1%, и вот это повышение, оно отражено вот этим вот небольшим здесь хвостиком. Вы видите, синяя линия вот поднялась до 8,5%. Хотя, как вы видите, с инфляцией ситуация в целом у нас достаточно хорошая. Это вот новый, свежий график, и вы видите, что здесь текущая пока инфляция даже ниже целевой 4%, но если там измерять более, как бы, сложно и точно с учетом различных сезонных факторов, то она повыше. И вот, опасаясь вот этой вот инфляции, ну и динамики, главное, что ее динамика, да, сейчас может быть на ускорение, Банк России, он решил действовать немножко превентивно и поднял ставку на 1%. Но в целом, если мы посмотрим теперь на прогноз Банка России по инфляции, он выглядит, в принципе, следующим образом, особо не изменился. То есть, на что обратить внимание? Ожидается вот этот вот рост, за счет чего и ставка повышена, да, к концу 2023 года, ну, а затем ожидается главное снижение к целевому уровню к концу 2024 года в сторону 4%. Ну, это по прогнозу Банка России. Может быть, будет повыше, но, по крайней мере, такой в прогнозе, и поэтому все-таки вот это движение ставки, которое мы видим сейчас, оно, в принципе, логично, да? Оно логично вот состоит с этим прогнозом, который уже был сделан не ранее. Так, ну, а для будущей перспективы, опять же, для ставки, да, важно будет, конечно, вот это вот поведение. Если инфляция будет опускаться к 4%, ну, как может, и стремится политика сейчас, и денежно-предитная этого добиться, то, в принципе, нет, не будет такой необходимости держать ставку на столь высоком уровне. Она будет стремиться тоже к инфляции приближаться, но в каком диапазоне? Вот сейчас, кстати, тоже новая информация поступила от Банка России о новом диапазоне, так называемый нейтральный процентный ставки. Вы, может быть, слышали, да? То есть раньше он был 1-2%, а теперь он повыше до 1,5-2,5%. То есть что это означает для нас в практике? То есть если действительно вот все произойдет, как здесь, да, то есть инфляция будет 4%, все спокойно, то, по идее, какая должна быть ставка? 1,5-2,5% реальная сверхинфляция, то есть в номинале, ну, 5,5-6,5%. Вот к такому уровну, в принципе, может она прийти в долгосрочный перспективе. Так, двигаемся так. А теперь мы еще ближе, да, к нашим интересным теме приближаемся, да, к рынку. И вот сейчас этот график рассматриваем, смотрим, что же происходит на рынке. Ну, конечно, очень хорошее, сильное, позитивное движение наверх в этом году приближается к максимумам, вот, с февраля 2022 года. В принципе, самый высокий уровень. Мы сейчас наблюдаем, да, почти, почти 3 тысячи пунктов вот на этом графике. То есть что происходит? Ну, много чего хорошего на самом деле происходит. То есть рынок был, в принципе, достаточно дешевый. Дешевый из-за того, что много было неопределенности, да. Были еще и высокие ставки, там у нас доходили, там, в один момент до 20%. И вот при этом высокая инфляция в прошлом году 12%. Сейчас мы говорим об этой инфляции, но она все-таки не такая, как в прошлом году. То есть за это время много чего хорошего произошло и происходит. То есть инфляция все-таки в целом снижается, под контролем. А что происходит с рисками? Риски у нас тоже постепенно, как бы, уходят. Ну, вот те, которые нас особенно, помните, волновали, помните, когда отказались компании, там, выплачивать дивиденды в прошлом году? Ну, конечно, никто не знал. А будут вообще, когда у нас теперь дивиденды? Не будет. Мы хоть и говорили, что это разовое событие, но все хотят это дело увидеть, пощипать. И вот когда, допустим, там, Сбербанк там выходит, да, и говорит, там, дивиденд 25 рублей, то есть чуть ли не два раза больше даже той прибыли, которую мы заработали в прошлом году, конечно, это сильно успокаивает людей, что все-таки дивиденды, которые не выплачиваются, они восстанавливаются. И такой процесс, в принципе, наметился уже достаточно устойчиво, что компании начинают выплачивать дивиденды. Некоторые еще компании пока не дошли до этого, например, металлурги, возможно, они будут следующие. То есть, что ожидается, что компания, например, с черной металлургией, там, МНК, НРНК, там, Северсталь, они тоже начнут сейчас, вот, были отчеты, начнут раскрывать свою отчетность уже полноценно, потому что мораторий на вот это вот нераскрытие, он как бы закончился. И, соответственно, это может послужить приюди уже для того, чтобы и они тоже стали выплачивать дивиденды. То есть, вот это как раз рассеивает основные риски в формуле дисконтирования, которая, в общем-то, и определяет стоимость активов, по которой считают приведенную стоимость. Вы видите, что вот эта ставка дисконтирования, то есть это риски, она в знаменателе находится. То есть, чем больше риски, тем, соответственно, меньше цена, потому что мы делим на эти риски, да, чем больше мы делим на риски. Вот, помимо рисков здесь, конечно, и инфляция тоже зашита, да, то есть, опять же, чем больше инфляции, если мы делим на инфляцию, которая больше, получаем меньше цен. Соответственно, когда эти составляющие уменьшаются, наставка дисконтирования уменьшается, у нас растет стоимость. Ну и то, что в числителе, в числителе это СЕФ, это денежные потоки, кэш-флот, да, так называемый. То есть, здесь тоже, опять же, таки, да, чем экономика лучше себя чувствует, возвращаемся к тому, с чего мы начали, что экономика показывает положительные темпы роста, полтора, там, два с половиной процента прогноза Банка России. И, соответственно, это хорошо для понимания того, куда же будут делиться вот эти вот денежные потоки у компаний. Потому что, ну, опять же, таки, что такое экономика? Это и есть выручка этих компаний, это и есть потом через пожинались прибыли этих компаний. Вот, и то есть это все взаимосвязано. Ну и особенно вот интересно, у нас выросла денежная масса, без особого разгона инфляции, да, тут и девалютизация произошла, конечно, но 20 с лишним процентов прирост год в год денежной массы. И это, конечно, положительно, опять же, коррелируется со многими вещами в экономике, особенно, допустим, в финансовом том же секторе, где кредитно-денежный портфель банков, как вы знаете, растет тоже, такими рекордными темпами. То есть ипотечный вот кредитный портфель сейчас недавно по всем банкам, Банк России сделал новый прогноз и повысил его в сторону прироста на 17-21%. Вот такой вот их новый прогноз. Поэтому, опять же, как и здесь, 3-го числа, хоть будет, скажем, Биобанк объявлять свои результаты, полное слово за первое полугодие, и тоже, возможно, скорее всего, повысит свой, ранее данный прогноз по росту этого кредитного портфеля. Раньше у него было что-то в районе 14-15%, и сейчас, скорее всего, опять же, ближе туда к 17-21% и общей отрасли. Так что вот эта ликвидность, она на весь банковский сектор хорошо сказывается. Вы, наверное, это тоже заметили, да, как хорошо себя ведут, в общем-то, реакции этих компаний. Еще одна такая заметная, тоже очень подвижная, в последнее время была бумага, это акции мгновенной Банка Санкт-Петербурга, например. Все как раз вот в этой парадигме работают. Ну и сделаем такой небольшой замер о том, как же себя чувствует экономика глобально еще раз в целом. Для этого у нас есть такой вот градусник веках, как цены на сырье, на медь. На медь еще называют веканом по экономике в мире, потому что, ну, это такой товар, который очень индустриальный и очень чувствителен, хорошо показывает, как же себя чувствует глобальная экономика. Чем лучше она себя чувствует, тем больше спрос на этот металл. Соответственно, на графике мы видим, что, в принципе, здесь у нас все достаточно, так скажем, ну, выглядит, да, не на хая, там, не 10 тысяч плюс, но 8,5 тысяч. В принципе, да, ближе к верхнему диапазону, ну, последних, там, скажем, 5 лет даже. Не будем, конечно, говорить про ранние, там, года, потому что все-таки инфляция накапливается, да. Но даже если последние 5 лет рассматривать, то, в принципе, не плохо. То есть, опять же, мы возвращаемся еще раз к первому графику, который говорит, что, ну, наверное, риск глобальной рецессии, он, наверное, не стоит. И при том, что прогнозы, там, плюс 3% у МВФ по темпам роста, и вот такие индикаторы, как есть, в принципе, вот это хорошо иллюстрируют. Ну, а нефть для нас очень важна, конечно, еще даже больше, чем медь. Вот мы иметь тоже, конечно, производим. Но медь, нефть основной сырьевой товар, один из основных экспортных товаров. И здесь тоже, вот если мы посмотрим на 5-летний график, цена выше среднего. Средний там показатель за 5 лет был в районе 70 долларов за баррель, сейчас она 83. И вот на этом графике как раз не очень, может быть, хорошо видно вот это вот последнее движение июльское, да. Это вот буквально вот этот вот небольшой хвостик, который здесь состоялся с конца июня до июля. То есть, а на самом деле произошло, что произошел рост на более чем на 10%. То есть, там цены были в районе 72, сейчас 83, то есть плюс 11 долларов примерно с начала месяца. И что же здесь происходит? Ну, во-первых, с 1 июля, как вы знаете, вступило в силу уже добровольное сокращение под обычную нефтью Саудовской Аравии, о котором мы объявили за годом. Вот, и еще какой фактор интересный, есть еще фактор сезонности. Вот об этом в понедуге недавно в своем отчете упомянуло Международное энергетическое агентство. Оно сказало, что третий квартал прирост относительно второго, только потому что фактор сезонности работает, составляет 1,6 миллионов баррелей в день. 1,6, представляете, да, то есть Саудиты там сокращают на 1,2. И сезонный прирост 1,6 миллионов баррелей. То есть, до этого сразу 2,6 миллиона баррелей. Ну, сезонность там путешествия, больше надо бензин заправляться, сельское хозяйство тоже в это время требует больше, там, для уборки и прочее. И третий фактор, недавно, который совсем возник, вот на этой неделе буквально, о нем заговорили, это Китай. Китай, правительство Китая, оно сейчас заявило, что, все-таки, будет более серьезно задумываться, как им стимулировать экономики. То есть, вот эта вот риторика положительная социальства Китая, она тоже помогает. Итоги, вот, пожалуйста. 83, еще, говорим, меньше месяца назад, было там район 73. Так, ну, двигаемся дальше. Еще раз мы заговорили про Китай. Также стоит упомянуть и Китай в плане газа. Он не только потребитель нефти, он и большой потребитель газа. Здесь потребление газа в Китае, просто хочу напомнить, растет достаточно быстрым темпом, примерно на 20 миллиардов кубометров в год. Ну, прошлый год у них был на паузе, потому что это был ковидный год, по сути, 22-го года. Вот, но сейчас, возможно, это все восстановится прежним темпом. И баланс газа составляет всего лишь 6% среди всех источников энергии Китая. Так что, ну, есть потенциал куда расти потреблению газа. Не только за счет роста экономики, но за счет роста доли природного газа в энергобалансе. Видимся дальше про Газпром. Ну, Газпром, конечно, на этот спрос отвечает. Вот здесь Благовещенский завод по переработке газа. Он добавляет мощности, да, чтобы загружалась труба. И уже вот это вот 38 миллиардов, ну, практически она уже, по-моему, там за 30 перешагнула. Сначала, еще там год назад, там была, там, достаточно, так сказать, небольшая загрузка. Из этих 38, может, там, 10 миллиардов. Но сейчас она уже вот приближается к более такой полной загрузке. Благодаря тому, что вот здесь, когда перерабатывающий завод добавляет линии по переработке, или мы отправляем уже готовый продукт, а больше добавленной стоимости остается здесь у нас. То есть мы гоним туда просто природный газ, а вот очищенный Франц. Вот я хотел сказать, что в Китае, почему прошлый год был ковидный, да, мы помним, ковид у нас был в 20-м году, но в 21-м уже все восстановилось, в 22-м продолжило восстанавливаться. То у Китая в 21-м было небольшое восстановление, а в 22-м еще дополнительное сильное снижение. Это я вам показываю авиапассажирские перевозки, ну, чтобы вы просто видели, да, насколько были локдауны действительно существенные в прошлом году. И вот в конце 22-го года локдауны были сняты, и вот сейчас экономика ожидает прирост на 5% ВВП в этом году, который сейчас уже считается достаточно низким. Почему мы говорим, что Китай задумался, как это стимулировать? Потому что все уже думают, что должно быть еще выше, да, то есть не 5%, а где-нибудь, там, 5,5 или 6%, но вот все-таки вот это вот снятие локдауна жестко, конечно, позволяет все равно с достаточно низкой базой все равно вот показать очень хороший прирост. Но вернемся к России. По поводу каких-то вот вещей, которые нас тоже могут, ну, потенциально заботить, мы наблюдаем, да, что же происходит с счетом текущих операций, у нас действительно прошлый год был чрезвычайно рекордный, то есть там 230-240 где-то миллиардов был профицит с счетом текущих операций, но прогноз был сделан в мае тоже в районе там под 50, но сейчас он, наверное, еще будет уменьшаться. Но тем не менее он остается положительным, то есть там может быть не 50, но меньше, но остается положительным. Это тоже важно, конечно, понимать, что, в принципе, приток валют и страну, он больше, чем от того. Для все-таки образования курса рубля с другими валютами. И отсюда еще следует, конечно, вот это еще один такой предмет озабоченности, может так сказать, это профицит. Но у нас профицит или дефицит бюджета, да. Но на самом деле, вот давайте посмотрим, что здесь в начале плана указывалось. Вот в 23-й год прогнозировался дефицит в районе 3 триллионов, то есть цифра на самом деле может показаться, ну, безотносительно непонятно, что это. Но если смотреть относительно ВВП страны, то это было примерно там 2 процента, да. То есть это немного. То есть дефицит в районе 2 процентов, это вообще считается, как бы, ну, нормой для некоторых странах, они там стабильно даже больше имеют дефицит. И в то же время для нас это немножко было непривычно, что же такое дефицит. Но более того, хочу сказать, что у нас есть еще фонд национального благосостояния, который позволяет там финансировать, примерно, может, половину, да, этого дефицита есть фон. Так что здесь вообще проблем никаких нет. Ну и вот, сказав первое ступенье, скажу второе, значит, что же происходит по факту. Ну, некоторые озаботились почему, потому что когда увидели цифру дефицита за первые, там, полугодия, все уже такие, как же так, там, 3, 3, сколько там, 4, да, триллиона за первые 5 месяцев. А потом вышел июнь, и дефицит сократился сразу на 800 миллиардов. То есть с 3,4 до 2,6. То есть вот сейчас он 2,6. Но все равно люди говорят, ну, как же так, за 6 месяцев уже 2,6, а по году 3. Да, действительно, конечно, возможно, что будет превышение. В принципе, на это уже и Антон Силуанов намекнул, что будет по году где-то дефицит, там, 2-2,5%. Вот он недавно высказался на эту тему. То есть, ну, все-таки ничего такого серьезного, там, какого-то не происходит. С дефицитом достаточно, достаточно все равно управляемых цифр. Ну, дважды прогнозируются, ну, 2,5. Вот, ну, и давайте еще раз посмотрим на прогноз по темпам роста экономики. Чисто, чтобы она у вас визуально как-то отразилась в голове, что все-таки вот эти темпы идут в положительную зону, и это, в принципе, хорошо для рынка акций. То есть экономика, компании, соответственно, чувствуют себя лучше в растущей экономике. Они, собственно, и есть эта экономика, да, и поэтому, конечно, для рынка акций это хорошее изменение. Вот мы рынок акций посчитали, какая была доходность за 10 лет, ежегодно, ну, анализированная, скажем так, средняя за 10 лет. Это упражнение было сделано в конце 22-го года, соответственно, еще не было вот этого большого прироста, который мы видели в этом году. И даже не учитывая этот большой прирост, акции показали самые лучшие результаты в 10,2%. Средняя за 10 лет, но надо учитывать здесь полную доходность. Это если измерять индекс Московской биржи в полной доходности, то есть реинвестируя дивиденды. Без них доходность была бы сильно ниже, она была бы всего 3,9. То есть разница, вы видите, больше 6%. Ну, вот как раз эти 6% и составляли дивиденды. Теперь вы можете посчитать, какой средний дивиденд, да, за 10 лет. Вот, в принципе, так примерно и складывается. А какой у нас сейчас текущий дивиденд? У нас пока что формируется дивиденд выше, в районе 8% сейчас. Это о чем говорит? Что у нас просто рынок ниже, да, чем исторический просто. До сих пор он ниже. То есть цена ниже и получается более высокая дивидендная доходность в расчетах вот этих дивидендов. Это еще одна. Без инфляции или с учетом инфляции? Здесь все номинал. Вот, здесь все номинальная доходность. Инфляция, вот, здесь отдельно 7,1%. То есть если очистить от инфляции, у вас будет, ну, 3%. Но, а я говорю, если мы бы взяли сейчас, да, индекс, наверное, это было бы гораздо бы интереснее. И посмотрели бы на 10 лет, потому что у нас в этом году как раз произошел прирост. А мы измеряли, ну, если вернуться быстренько, графику. В какой точке мы измеряли? Мы измеряли вот в конце 22-го года, то есть вот в этой точке, да, за предыдущие 10 лет. Да, ну, то есть, в общем-то, достаточно невыгодная была точка, и все равно доходность была выше других альтернативных инструментов. Так, ну, и про хотел диверсификацию, вы все уже, наверное, кто видел этот слайд, я не меняю, чтобы люди, сидя за столом, запомнили хорошо, что такое диверсификация, поскольку это очень важный компонент для, очень важная, как сказать, важная вещь, вообще основа вашего инвестиционного подхода. По отдельности у нас вот инвестиционные идеи или вот эти ингредиенты, они выглядят таким образом, что можно нарваться на что-то такое, да, так острое, саня, у нас мало приятное, но в портфеле вашем, правильно приготовленном, они лишь добавляют дополнительную изюминку и пикантность. И вот, как правильно готовить портфель из этих инструментов и какие инструменты лучше использовать, об этом поговорит у нас Стас Розинов, так что, прошу, поплеменцы, пригласили. Я разработал курс, как зарабатывать в интернете, дело в том, что многим просто уже и не хватает денег. Чем хорош бизнес в интернете? Тем, что вам для того, чтобы зарабатывать деньги, нужен только интернет, и вот этим он хорош. И на самом деле, если вы сможете построить такую систему бизнеса, которая позволяет вам зарабатывать деньги в интернете, то вы сможете выжить где угодно, буквально. И на самом деле сейчас Россия как раз предоставляет возможности, в России можно зарабатывать в интернете, я вам это покажу, я это делаю сам с успехом и вполне себе на это живу. И более того, я через интернет, через это все создал буквально пассивный доход. Я научу вас, как создать автоматические воронки продаж, то есть ваши продажи будут проходить просто день и ночь, круглосуточно, то есть за вас будет работать ваш вот этот вот ресурс, автоматическая воронка продаж, она будет приносить деньги, люди будут просто заходить туда и приносить деньги. Но самое главное, конечно же, надо давать людям ценность какую-то для того, чтобы они вам захотели продать. Именно об этом будет мой курс. Сначала я покажу, откуда берутся деньги, как они берутся, а потом я расскажу, как эти деньги просто масштабировать, то есть дать какую-то ценность максимальному количеству людей. Какая эта ценность будет, каждый выбирает сам. Через интернет можно продавать буквально все. Я знаю людей, которые продавали буквально щебенку, там какие-то экскаваторы. На примерах я покажу, как человек просто через интернет добился достаточно больших оборотов, там миллион-два в месяц, но он не получает этого, его обороты, за отделку и ремонт. То есть масса всего есть. То, чем вы занимаетесь, вы можете усилить свои продажи через интернет. Ну, естественно, можно сделать так, чтобы все работало в автоматическом режиме и на удаленке. Это все возможно. Курс стоит небольшие деньги, всего 3000 рублей. Я вам покажу и дам задание конкретное, как вернуть себе эти деньги. И это надо сделать, потому что, во-первых, при этом мы с вами построим систему, которая позволит вам получать деньги. При этом же вы должны заработать деньги. Прямо сейчас вы увидите ссылку на мой сайт. Это как раз и есть автоматическая воронка продаж. Вы увидите, как она работает и при этом сможете записаться на этот курс и заплатить там деньги.